Отбросьте же, умоляю вас, всякое плотское мудрование и наивеличайшее препятие добродетели, мирскую словишку, и мечом духовным отсекайте всякое пристрастие и всякое любосластье плоти, к Богу прилепляйтесь и по духовной лестнице к нему восходя, каждодневно полагая боговидные начала и духовные основания углубляя. Плотские же продерзости, не излагая через остечение пожеланий возгорающихся рожения, возгорающихся рожения угошая возлиянием слез, томительные похотения ясти и пяти или другой какой суетности, прогоняя созерцанием будущих благ. Досели молитвами Отца моего и вашего добре храня, хранил вас Господь. Преуспели вышествие царским путем добродетели, облистались красотой и бесстрастия, увидели, что нет ничего столь доброго и достолюбезного, как избавиться от страстей и выше их став, царски властвовать над всем земным и как бы соцарствовать Богу. Не забудьте этого и не воздремите, пресекши преданное вам и добре вами проходимое жительство, но более и более входите во врата его, во исповедания и во дворы его в тенях. Обогащайтесь плодами послушания вашего, и в них напаяйтесь вином умиления, веселящим священность отца ваши. Не прекращайте и других боголепных деланий ваших, держите молчание уст. Не бейте совести брата показанностью лживого и самовольного воздержания от какой-либо пищи. Не принимайте сурового лица, ни многоречи, ни пусторечи. Своего покоя не предпочитайте пользы ближнего. Будьте все одна душа, одно сердце, одна воля во Христе Иисусе Господе нашим, его имея главою своею. Возмогайте в Господе и в державе крепости его, и доблестно претерпевайте все неприятное, скорбное и притрудное, Держа перед очами ума таинство смерти нашей, и кратким почитая все продолжение жизни нашей. И вся жизнь по святому Григорию Богослову день один для тех, которые усердно заняты своим главным делом спасения. Но в этот день, в это скоротечное и как сон промелькающее время, можем мы стяжать Царствие Небесное, Царство Нескончаемого Веселия и Радования. 23. Подвязайтесь, чада мои возлюбленные, подвязайтесь, Господи мои и владыки, подвязайтесь против обходов дьявольских, против направляемых на вас каждодневно нападений его, против огня похоти, против омрачений и унынием, против бедственного прихождения с места на место, против змея зависти, против необузданности безвременного говорения и смехотворства, против всякой страсти, противостоящей и противоборствующей вам, первое последним, сильным и немощным, искусившееся искушенным, обогатившееся плодами духовными, бедным ими, преуспевшее новоначальным, давнишнее, недавним помогайте, руку подавайте, словом вразумляйте, указывайте лучшее, воодушевляйте на полезное, да так все спасемся. Припомните, сколько лет подвязания вашего, сколько и каких искушений прошло до ныне, припомни всякий, сколько раз охватывая им был искушением, изнемогал, малодушевствовал, потом вдруг воспринимал силу, благонастроение, крепость, дух живительный и воодушевление, через слово ли вразумление или братскую молитву, потом опять подвиги, опять укрепление державной силы и Божией ее, «Так будет в последующее время жизни вашей подвижничества и даже более. Пройдем сквозь огонь и воду и войдем в покой и бесстрастие». Салом 65, 12. Итак, никто да не унывает, никто да не падает духом. Друг другу будем помогать, друг друга утешать и воодушевлять на любовь, терпение и ревность об исполнении заповедей Божьих. И Господь наш Иисус Христос, истинный Бог наш, надежда ненадежным, поддержание падающих, врач болящих, готовый шествователь шествующих и облегчитель труда их, и обще сказать, упование всех концов земли и сущих в море далече, да успособит, да уравнит путь ваш, и да благо поспешит вам во всяком деянии и движении, в прямом шествии вашем к совершенному спасению и достижению града обиталища его. 24. Время здешнее жаркое и огнепальное, нестихийным разумея огнем, но неким невидимым душу жгущим, который исходит от углей греховных, возгорающихся отвержения вражескими духами, сердца нашей искр, страстей. Но вы имеете из божественных уст отрыгаемые рекой излияние духа, Слово Божие, чтобы погашать его, и, подобно трем отрокам в пищи огненной, пребывать неопаленными и неприкосновенными для огня этого. При этом надлежит блести чувство, особенно зрение, через которое при неосмотрительном его употреблении наиболее обык враг наш ввергать в душу страстный огонь. Надо блюсти себя и от других подсад со стороны плоти, коим подают повод неумеренность в пище, питье, сне и во всяком другом упокоении тела. Ибо как от всестороннего воздержания порождается крепость пребывания в добродетели, так от небрежности в этом отношении всякое тиранство греха. Смотрите же, не возвращайтесь опять к этому рабству, освободившись от него через вступление в настоящее звание ваше с подобающими обетами, и не навлекайте на свою голову двоякой муки за падение после крещения и после принятия схимы. Двадцать пятый пункт Все поприще состязания, все борьба, подвижно борющиеся, добре текущие и ум свой держащие отрешенным от всего чувственного и страстного, одержит настоящую победу, величается венцом бессмертной славы, сыном Божиим провозглашается и наследником вечных благ еще от зде. Кто же увлекается с восьми греховными и сам себя ввергает в сети дьявольские, тот терпит истинное поражение, покрывается стыдом грехов ради. Сыном дьявола делается и наследником огня Геенского и разных других вечных мук. Войдите же в себя, испытайте веру свою и познайте, каково и где стояние ваше и хождение. Если на правом пути находитесь и царским путем шествуете, добре и придобре. Если же погрешили в шествии своем и попали на стремнины греховные, поспешите возвратиться, прежде чем свечеряет век сей седьмой, и настанет тот восьмой, несущий с тобою суть и воздаяние. Устремитесь к заповедям Божьим, все эти семена добродетелей, сердца ваши, чтобы в свое время пожать плоды правды. Не стой не будь лежебоком, чтобы не услышать от притосника, «Иди к муравью, ленивец, иди к теле трудолюбивой» Никто не будь лукав и двоих сердечен, одно имел с ним сердце, а другое и говорят, чтобы не быть поражен угрозным приговором священно-певца Давида, который говорит, «Испотребит Господь все усталь, сила и язык велелечивый» Никто не оставайся без дела и не будь празден, чтобы не подпасть к присуждению святого Павла, говорящего, «А кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Никто не будь велимудр, чтобы не испытать того, чем грозит святой Иаков, говоря, «Господь гордым противится, смиренным же дает благодать». Все бодренно все шествуйте в Господе и заповеди Его творите, привнося каждый в общую жизнь нашей, как сокровищное хранилище наше. То, что Ему под силу и что Ему подручно, кто экономство, кто священнослужение, кто смотрение за больными, кто песнопение, кто чтение, кто вертоградство, кто красно-пись. И вообще никто да не будет ничего не приносящим, не да не является перед Господа пустым. Приемнет Господь приношения не только великие, но и малейшие. Приемнет даже того, кто проговорит стих в напоминании о смерти, если, может быть, ничего другого сделать, он не силен, как две лепты вдовицы. Бог определяет цену дел, смотря на произволение делающего. Имея же Бога благого и многомилостивого, и более в нас самих, хотящего спастись, а нам, будем шествовать путем Его правыми, путями, и обретем покой душам нашим. Ничто из случайных затруднений на евангельском пути нашем, да не пресекает ничьего течения, но пусть стропотен и притруден пусть. Скоро да течем, да благодушествуем, да мужествуем, да проходим и переходим с холма на холм, с пригорка на пригорок, пока зайдем на гору Господню и станем на святом Его месте без страстия. Шествующие вместе облегчают друг другу путь. Друг друга тяготы по опросу уносите и вы. Всегда так бывает, что ныне малодушие, а завтра мужество. Теперь печальное расположение. А и вдруг воодушевление. Эту минуту страсти и восстания, а следующая Божия помощь и их пресечение. Не таким, как вчера явишься ты и послезавтра, и не навсегда одинаков пребудешь ты возлюбленный, но придет к тебе благодать Божия и поборет по тебе Господь. Речешь тогда, где был доселе Господи? И Он скажет тебе на это, смотрел, как ты борешься и ждал. Будем же терпеливо, возжили, кадушествуем немного, стесним себя и тело свое придавим, порабощая его и далеко от себя отбрасывая страсти. Кто, не подвязавшись, венчается? Кто, не зло пострадав, упокаивается? Кто собирает плоды жизни, не насадив и не возрастив добродетелей в душе своей? Насаждайте, придевайте, трудитесь, спасейте, чадо мои, делатели Божие, подражатели ангелов, соревнователи бесплотных. Не видите разве конца подвигов? Нечасто разве умирает братья? Не каждый ли день совершаем надгробные, надпочившими тени? Зачем же убиваешься скорбью ты, молодушный? Придет и к тебе смерть, не ныне завтра умрешь. С какой и каликой радости изыдешь ты из мира сего и взыдешь на небеса к Богу, во свет неприступный, в радость неизглаголонную, славу недомыслимую, скинь и ангельски во дворы Господни, церковь первородных, в лона Аврамова. И кого узришь ты там? Господа Бога Спасителя нашего, Матерь Божию, владычицу мира, бесплотные силы, херувимов и серафимов и все чины святых апостолов, пророков, иерархов, мучеников, преподобных и всех святых, которым нет числа. Уже ли это не восхищает тебя, а не воодушевляет и не ставит выше всякого труда, всякой скорби и неприятности? 26. Начну ныне мое вам наставление апостольским возглашением. Радуйтесь всегда о Господе. И как не радуется вам и не ходить в веселье, когда вы от предведательного и предопределительного призвания, вся в премудрости своей и устрояющего Бога, сподобились быть приняты в эту евангельскую схему, и теперь, сидя на возвышенном некоем обзорище высокого жительства, смотрите на ничтожные и долупреклонные человеческие слыты, волнующиеся, как на море, и с места на место переносимые туда и сюда, носящимися непостоянным движением вещей. Ничего там, как видите, нет твердого, ничто не держится в одном положении, но и цари переменяются, и князи падают, и властители земли, как люди, умирают, брачущиеся мало-мало, что и разводятся, оставляя и оставляемы, будучи. Красота увядает, юность быстро пролетает, наслаждение скоро приходит, всякое стяжание исчезает, как тень и сон, плач и биение в грудь при расставании с умершими, уныние и отсяние при разлучении с любимыми, мука невыносимая при неудачах в искании желаемого или брака, или чина, или стяжание, или утех и наслаждение, терзание от зависти и ревности, и от случайных унижений, посрамлений и прочее, и прочее. Вы же к чему призваны и зашлить на гору Господи, что видите? Все предлежат вам вместо земли, неба, вместо родителей, Бог, Отец Истинный и Верховный, вместо сродников, сподвижники, однородные по духу, братья, вместо друзей, бесплотные и боговидные ангелы, вместо сокровищ, богатства добродетелей, вместо высоких чинов, неизреченно великое и нескончаемое Царство Небесное, вместо сласки блуднической, сладкое и ненасытимое бесстрастие, вместо всякого довольства, недомыслимое и неизреченное благо. Это ведая, убойтесь единого Бога Живого, оградите себя духовно, облетитесь в броню и во всеоружие заповедями, воспримите нечь духовной, которая есть, Слово Божие, и не зрите долу миродержителей тьмы века сего и духов злобы, чтобы могли мы вы с Божественным Павлом воззвать подвигом добрым, подвязался течение, совершил веру, сохранил, теперь же готовится мне венец правды, которую воздаст нам Господь в день тот праведный судья. Восходят до небес и нисходят до бездны, поет святой Давид. Принимая это духовно, получаем следующий урок. Кто мало по малу исправляет должное должным образом, тот восходит на высшие степени добродетели, а кто предается нерадении, тот нисходит в бездну пагубы. Теперь посмотрим, что возводит горе и что низводит долу. Горе возводят христоподражательные послушания с Богом, сочетовающие смиренно-мудрие, отчуждения от самовозвеличивания, от всяких притязаний, от первенства любия, от желания высказности, от лукавства, от злорадства, от честолюбия, от смехотворства и насмешек, от течения и гордения чем-нибудь из прежней своей жизни. Как бывает, что иной говорит, я был кем-то и кем-то, то и то имел, такие и такие дела делал. О, срам! Чтобы укрывать следовало, он этим величается, забыв богоподражательный чин свой. Приложу еще собранность, любообщительность с братством, скорость на извинения, склонение шеи и головы, очей и вежды, опущение к земле, скромное держание рук и ног, не озабочивание себя, чем и как одеть. Прежде же и после всего откровенное сказывание о всяком движении душевном. И чтобы не растягивать более слова, слово «всякое другое доброе чувство, расположение и деяние, равносильное указанным». Долу же не изводит бесстрашие Божие, где же нет страха Божия, там всякое, горесть и гнев и хула по апостолу. И последствия их, гордое мудрование, надменение лица, извращение очей или подъятия, расширение ноздрей, прижмурение век, вздымание волос, волоса дыбом. По грехам мои вижу и некоторых в среде братства развратившихся и забывших свои с Богом заветы и страшные обещания. И то, что в будущем имеем мы стать перед страшным судилищем. О, несмысленные и костные сердцем, чтобы содержать в мысли, на что согласились и решились мы в начале. Не дали ли мы обета, жаждать, алкать, наготствовать, терпеть о смеянии, брани, раны и даже смерть? Но где у нас ныне такие, когда мало-мало случится с кем что-либо неприятное, и он в конец расстраивается? Придите же все в раздумья о себе и восприимите страх Божий. Да не дерзает никто из нас возвращаться опять на то, от чего отказались. Не допустим, чтобы, жалея о мирянах по причине осуетения их, сами были ими горько оплакиваемы. И в этом и в будущем веке по причине греховности нашей. Что из того, что тебе говорят, отче святые? Что из того, что люди просят благословения у нас, когда мы сами остаемся неблагословенными и необузданными, как дикие звери? Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа да сохранит право ходящих путем Его, а поскользнувшихся опять доведет на стези заповедей своих. 27. Молитесь, допросите Господа и додаст мне слово во отверзение смиренных уст моих для утешения и воодушевления душ ваших. Ибо вижу, братья мои, какой великий труд проходите вы каждодневно в совершении бдения и исполнении правила молитвенного, просыпаясь на то в полночь и прежде полночи, и потом в определенные часы, седмижды в день становясь исповедать эти, Господи, и о судьбах правды Его, с коленопреклонениями и множеством поклонов при отражении злых помыслов и откровении их отцам, понесении стыда от того и исполнении эпитемии за то, через что отражается разжженная стрела лукавого. Приложу к этому преодоление дремания, воздержание с отсечением пожеланий яств и пяти, отдыхов и прогулок, до которых так охоча плоть, столкновение с братьями, покорное ношение одежды, иногда нечистой, неопрятной, нестатной и дыравой. И еще того не говори, на то не смотри, того не касайся, туда-то не ходи, в том-то утесни себя, при том-то не малодушествуй. На то-то будь готов всегда, от того-то не отрывайся. Все это и подобное всему притрудно, тяжело, горько. Но как все это направляется ко спасению душ наших, то оно должно быть для нас сладко, легко и удобно. Да возможен с апостолом говорить о себе. Во всех сих препобеждаем за возлюбившего нас Господа и Бога. Римлянам 8.37 Венец небесный уготован нам, венец ученичества и радость неизреченная и наслаждение вечными благами. Мужайтесь, и доукрепляется сердце ваше всеуповающее на Господа. Еще и еще поупражняйтесь в подвижническом и блаженном житии вашем, чтобы долговременным в нем пребыванием истяжать богатство добродетелей и превозрастании телом преуспеть и возрастом духовным, сделавшись мудрыми и искусными в смирении и послушании и оттечении своей воли. Немудрыми же и неразумными в превозношении, в противоречии, лукавстве, потому что лукавниющие, истребятся, терпящие же Господа, те наследят землю. Не допускайте себя до того, чтобы быть преткновением друг к другу в самохвальных служениях, но всякой старайтесь избирать и делать то, что безвредно для ближнего. Слово ваше, чадо мои, добывает всегда во благодати солью предправлено Толостином 4-5. Ни показно, ни грубо, ни с гордостью, ни тяжело, ни болезненно, ни дышащая страстью и злобой или тщеславия, ни зазорно, ни противоречиво, ни спорливо, ни многоречиво, ни смехотворно, ни небрежно, ни праздно, но почтительно, кротко, благорасположенно, простосердечно, мирно, уступчиво, полно сокрушенного и смиренного мудрования, благопокорливо, тихо, мирно, благочинно, да послужим через него ко спасению друг друга и взаимному назиданию. Подавляйте прорывы дьявольских похотений и прогоняйте толпу вражеских помыслов, ибо от этого наше душевное здравие и благобытие, наше преуспеяние и доброе течение жизни и наша готовность и пригодность на все доброе. 28. Вы, как некая земля тучная и добрая, приемляя слово моего смирения, всегда произвращаете и приносите благие плоды, как рай, приукрашенные разными красотами добродетелей. ибо вижу и распознаю, что в вас делается, о чем вы ревнуете, и утешаясь скротостью нрава одного, теплотой и усердия другого, того безмолвием, этого стихословием, иного трудолюбиям, иного бдениям, других другим чем, всех же непобедимым, неослабным и непреодолимым постоянством пребывания в порядках общежития нашего. И дивлюсь, как те из вас, которые прежде жили счастливо и в довольстве, начав жить для Господа, мало-помалу забыли о том и, став совсем другими, мужественно переносят теперешние неудобства и лишения, уравновешивая тем и возмещая прежние грехи свои. Но воистину все может любовь Христова, склоняя и увлекая высоких, меряться, пространно живучих довольствуются малым и многостежательных делаться бедными и скудными. И не этим только удивлены, но и всеми ради Евангелия Господня все оставившими родителей, братьев, жен, родных, отечества, домы, обычаи. У всякого есть что-либо дорогое оставленное. И нередко тот, кто по видимости малым чем пожертвовал и не может идти в сравнение с некими из великих, оказывается понежим множайший и больший труд. Ибо если не другое что, то одно уже то, что он отторгся от властительства расположения родственных или от произвольных каких-то пристрастий. Достаточно для того, чтобы приписать ему мученичество и дать ему дерзновение, подобно верховному из апостолов, возвать ко Христу Господу. Вот мы все оставили и вслед тебя пошли. Что же будет нам? Исподобить чести и услышать в ответ паки бытии сяйки вы на двенадцати престолах судя двенадцать колен Израилевых. Когда такие и стольки уготованы нам воздаяния, как всем нам не понуждать себя более и более делать и совершать преподобное? Как не переносить нам всего скорбного и тяжелого в жизни ко Господу по Богу? Трудов, воздержания, бдения, укорения, послушания, поучения, исповедания и всего другого, по причине чего к нам приложимо то пророческое слово. Тебя ради умерщвляет нас всякий день, считает нас за овес уготованных на заклание. И поистине вы недалеки от этого. Ибо не бывайте ли и вы залкалаемо отсечениями пожеланий своих язвенными обличениями друг другу взаимопослушным образом жития, и кровь, хотя нечувственна, но душевна, не течет и из сердец ваших в таких случаях. Но радуйтесь, потому что не бесплодно страждите, но уготовляете тем себе неувидаемый венец славы, как говорит апостол. Да воссияет у вас свет ведения неложного, любовь к Богу отрешающая от мира и вожделение жизни вечной умерщвляющей похоти. Доведет вас Бог и довозведет всех на высшую степень до цели благочестия нашего в крепости сердца и неколеблемой твердости помысла. 29 Не я, как думаю, не напрасно тружусь, оглашая вас словом смирения моего, не вы не напрасно тратите время на слушание его, но не все тут, ибо, конечно, придет время полного молчания, не вечно жить нам, но мало сколько-сколько, как определил Бог или я, или вы из этим и жизни этой. Но искомая наша в том, чтобы исход от сели был с благими напутиями, с исполнением заповедей и с благоугождением Господу нашему Иисусу Христу. Вижу, как всегда, усердны вы в исполнении своих послушаний, одни в приготовлении печенья и хлебов, другие в возделывании виноградников, те на посылках эти за рукоделием, и шитьем, перепиской, мытьем, печеньем, вареньем, приготовлением трапезы, в кузнице, в пакеларне, в больнице, при этом неопустительно ходите на все службы церковные, на часы 1, 3, 6, 9, на вечерние повечерие, и, собираясь благоговейно, стоите, поете, молитесь, и все это без лености и опущений. Весь этот труд ваш, эту тесноту и тяготу, всегда имею я в мысли. Но не поддавайтесь малодушию, ибо во всех сих препобеждаем, говорит апостол, за возлюбившего нас Господа. Так что, хотя, труд сей очень велик, но так как через него воссеевает нам спасение вечное и радость безмерная, то радоваться и веселиться надлежит нам при нем, и вдавать себя еще в большие подвиги, и твердо стоять в борении в мученическом житии нашем по уставу общежительному, ни под какой тяжестью не падая, не обращаясь спять и не отступая ни перед чем скорбным и притрудным. Молю вас, стойте, приналегайте на всякое добро и на всякую добродетель, и по слову Господню терпением вашим спасайте души ваши. Взирая на час смертный, обновляйтесь каждодневно и все, почитая второстепенным, храните себя в благочинии, в разумности и в любви духовной, и всячески удаляйтесь от пагубной продерзости, так, чтобы быть вам взаимно друг к другу послушными, не ропотливыми, не соперничными, не завистливыми, не задорными, почитая благо каждого ближнего своим, перенося иной раз братнее к себе по какому-либо случаю невнимания, приемля благоумно и прилучающиеся укоры и поношения, как врачебства душевное, и все кротко и искренно, все откровенно, без лукавства и смятения, совершая и делая перед лицом всегда живого владыки нашего. Вот это и есть ученичество наше. И зачем это нередко иной ревнитель ищет пострадать за Христа от внешних мучителей? Переноси мужественно и законно здесь, то есть в кинове, муки, подвиги и исповедания, не преклоняя колен перед валом, не принося души в жертву страстям, не отрицаясь того, что обещал, не соскакивая до конца с поприща, по коему течешь, ни с места, на коем стоишь, и ты будешь иметь равный с теми вес, которые вправлили кровь свою в мученичестве, как велегласно свидетельствуют святые отцы. Не помышляйте, что кто только однажды или несколько раз что-нибудь потерпел, уже и спасен. Но кто все, что не случится, благодушно переносит и переносить будет до конца, тот спасен будет. Если же кто посреди или под конец ослабеет и откажется от блаженного послушничества, тот потерпит жалости и рыдания достойнейшие крушения, и потому, что погубит через то все прежние труды, и особенно потому, что неизбежно подпадет осуждение в день праведного суда Божия. Почему облюдите себя чистыми и непорочными во всем и во все дни жизни вашей, слава ради Божия, спасения ради души своих, и ради благого жребия с отцами нашими на небесах. Да сподобимся там ликовать и там радоваться, где Антоний великий, это святило-святило, где Ефимий богоносец и пахомий христоносец, где Сава многопетый, Феодосий всеблаженный и Дорофей богопросвещенный, где Дамитян равноангельный, Акаки все святые и Досифей богоугодный, где Василий пресно живой, разумею, послушливого. Захария духом содеянной и Афри раб Божий и что я проще их говорить, где Петр и Павел верховные из апостольской двунадесятницы, где Скини иерархов и Иреев и святых мучеников, ибо если и не достигнем мы того, чтобы стать наряду с ними, но всяко не будем лишены видения их беседы и предстательства. Уповаем же увидеть присутствие самой госпожи все царицы и владычицы нашей Богоматери и припасть к стопам ее, но и самого владыку всяческих и Господа нашего чаем узреть, хотя это и дерзновенно, ибо божественный Павел сказал, что мы в паке бытие по восхищении нашим на облаках встретине Господу, всегда с ним будем. Итак, когда нам предлежат такие славы, такие радости и такие жизни, то кто не заиграет, кто не возревнует, кто не возгорится и не окрылится любовью к Богу и не воодушевится делать все подобающее, чего бы это ему не стоило. Тридцать. Видя ваше приспияние, прославляю Бога и радуюсь о Господе, но боюсь перемельчивости и непостоянства человеческих решимостей по причине немощности воли и по легкомыслию, ибо не начавший только доброе дело блажен, но тот, кто окачествовал Саим, пришедший в навыкновение и достигший совершенства в нем, но как трудно быть всегда в одинаковом настроении и не подпасть привратностям незлобного греха, попрошу и молю, будем шествовать истинным путем Божиим, путем царским, серединным, не уклоняясь ни направо, ни налево, но по уставу, заповеди и закону общежития. Будем всегда совершать то, что предлежит нам в каждый момент жизни. А общежитие же требует, чтобы все на все одинаково смотрели и все всего одинаково желали. Нет в нем особых желаний и единичных стремлений, нет самоумничения и особого избирания, нет скрытных ухищрений и много лукавствия, нет любопытных подсматриваний и всеразведываний, нет увлечения многим и на многое устремлений, доводящих до изнеможения и истощения сил. Любит оно воздержание, молитву, сокрушение, спание на голой земле с приложением и других деланий, но во всем держится одного правила блаженного послушания, им все обнимая и во всем руководствуясь, как заповедуют отцы. Молю вас, стойте бодренно на камне веры и непрескновенно шествуйте с физией добродетели, и да не озрят очи мои кого-либо из вас добычей дьявола по причине какого-нибудь греха, похоти или плоти или по болести любоначалия или по надменею гордыни или по тщеславии или по другой какой страсти. Потрудились вы и собрали сокровищницы душ ваших богатства добродетелей. Помнит каждый из вас каким и каликим подпадалось со временем к нему монашески. Как изнималось касаться зелима лапарь и мое селение.